Здарова, ребят, с вами Алексей. Мы продолжаем прохождение Neverending Nightmares. Я маленько посмотрел видео на ютубе, потому что сам я не понял. Короче, как только он подходит, нам требуется пройтись по стеклышкам. Вот здесь. Мы по ним проходимся, он реагирует, и мы быстренько пробегаем в ту сторону. Да, побыстрее. Такое ощущение, что кучка стала больше. После первого раза. Может, да, может быть и нет. Как бы там ни было, идем дальше. В конце концов, когда закончится эта психушка? Сны являются Enemies of the Guilty. Guilty? Ну, я не переведу. Кровищ, конечно, еще так. Опа! Так, хорошо. Ладно. Ничего не знаем. Просто идем. Просто ищем выход. Куда можно пойти? Куда зайти? Где выйти? Выход! Серьезно? Или меня обманывают? Офигеть, конечно. Ребята. Походу, я никуда не уйду сегодня. Чую я сейчас что-нибудь для случится. Ага. То есть ты упадешь, да? Допустим. Опа. И мы просыпаемся ребенком? Еще одно прошлое. Да, ребята. Мы вернулись домой, но... Не туда, куда я мог предположить. Так, хорошо. Возвращаемся в комнату. Что у нас с этой стороны? Так, комнатка с игрушками. Ее мы уже проходили. А когда мы были взрослым человеком. А квартира, конечно, была не в лучшем виде. Но теперь-то хотя бы она целая и невредимая. А вот эти куколки... Мне все еще не нравятся. Так, не поднимается. Хрен с тобой. Дойти, да? Где мама? Где папа? Они ведь явно есть, да? Хотя есть вероятность, что... С ними что-нибудь-то случилось. Или случится. На часиках у нас 10. Какие необычные часы. Обезглавили. Ровно в 10 часов. Типа такое утреннее. А вот это не к добру. Что-нибудь да вылезет в окошках. Я вам говорю. И черепок в картинке. Знаете, такая тишина, тишина. А потом бамс. И что-нибудь вылезет. Вот это странно. Я был почти уверен, что что-нибудь да вылезет там в окошках. То есть такой длинный, длинный путь и тишина. Сплошная тишина. Такой маленький, как бы, не особо выделяющийся амбиент на заднем фоне. На заднем фоне. Идем дальше. Обои в стиле черепов. Уже не впервые. Короче, самое страшное, что вот тут такая тишина. Ничего не предвещает, по идее. Бывает, вы просто-напросто не ожидаете. А когда вы ожидаете, ничего не появляется. Как там было, где окна. И это библиотека. Та самая. Да? Вот меч почему-то у срачки страшный. Потому что ничего не происходит. Кровища нету. Все хорошо, в принципе, да? Ничего не происходит. А потом раз, и что-нибудь досвучится. И напугает нас. Сами узнаете, до какой степени. Мне не показалось. Вам тоже, думаю, не показалось. Эта часть комнаты, она... Я, пожалуй, поднадлела. Для начала. Если, конечно, можно. Так, кухонька. Знакомое место. Когда я увидел куски мяса и буковки М в психушке, или такое, не в психушке? Вроде в психушке, если не ошибаюсь. Мне показалось, что с ними знакомым. И неспроста. Дома такие же. Короче, знакомые все места. Я чую, что я иду обратно. Просто другим путем. Это все неспроста. Это все неспроста. Короче, я просто-напросто иду обратно. Ребят, реально, тишина вообще вот. Ничего не происходит. Абсолютно. В том месте, где была темнота, я просто-напросто не пошел. Надеюсь, что я иду верным путем. Потому что там и обратно будет долгий путь. Либо так сделано специально, что ничего не происходит. Специально сделали. Я просто иду в тишине. Мне будет маленько отдохнуть. Либо просто-напросто я, как говорил уже, иду неверным путем. Ну и что ж. Я вернулся к себе в комнатку. Я у себя дома, все. Ребята. Я прошел путь просто так. Потому что здесь ничего нет. Ну может, если я вернусь обратно вальчиком, что-нибудь там будет. Ничего. Печально. Какого хрена? Какого, мать его, хрена? Я не знаю, что это. Какого? Следует за тобой. Помните, там была тьма, да? Короче, я решил поставить на паузу и пройтись до конца в то место, где мы были во тьме. То есть это был выбор, пойти налево или направо, да? Я пошел обратную сторону. Ну и я решил пойти на паузу, как будто у меня в то место. А и вдруг... Наступила тьма. Короче, видимо, так и должно было быть. Вы вообще не в теме. Окей. Мы в лесу. Наша сестра. Куда ты идешь? А... Стоп. Что? Идти наверх, возможно? То есть подниматься выше? Даже еще. Она очень тихо говорит. Я почти не понимаю, что она от меня хочет. Чтобы я шел за ней. Не иначе. Если быть точнее. Зачем все это? Ах. Сова. Двигается, дышит. Снизу тупик, поэтому мы идем выше. Сестрица, ты где? Я пришел... В тупик. Серьезно? Почему так? А, я был уверен, что я пошел верным путем. А, видимо, снизу не тупик, да? Дорогу-то не видно было. Ты не можешь меня catch! Тишина. Вверху какие-то глазки вылезли во тьме. Прошли мы их уже. Еще одни. Опа. Это кто? Это... Опоссум? Если честно, похож. Окей, выбираем себе путь. Мы пойдем выше. Так, это уже нехорошо. Все такое черно-белое. Прямо конкретно уже. Нарисованное карандашом. Сестрица, ты где? Лес, кончайся уже. Что происходит-то вообще? Следуй мне! Сколько можно? Глазки ближе. Так, белка. На этот раз. Потом, видимо, будет что-нибудь покрупнее, да? Что-то мне кажется, что мы ходим кругами. Опа. А это кто? Олень? Или олененок? Смотри, потому что нет врагов, это олениха. Не знаю даже. Капец, конечно. Кладбище. На кладбище мы, по-моему, были, да? Точно не припомню. Но, по-моему, были. Все эти Джеймсы, Джустины, Джастин, вернее. Так, у ангела мы остановились. Только когда мы у него были, он был маленько цветным. Ну, или, по крайней мере, цветы у него были цветными. Сколько можно? Почему ты меня мучаешь? Так, а это уже кто? Тоже на опоссума похоже. Может, я там ошибся? Может, там был не опоссум, а это опоссум? Там был другой животный. Не, я хрен его знаю, что творится вообще. Почему все животные так жестоко убиты? Еще один олень. Че вообще тридцать здесь? Кто убивает животных? Тем более так жестоко. Все внутренности наружу. Ты просто издеваешься, да? Она издевается. Мне надо играть уже. Ворону вижу. Сидит, не двигается. Ты че? Ты... Когда ты успела? Это нахрена было? Ой, мы снова взрослые. Окей. И где мы теперь? Зачем он тебе кость? Фук. Блядь, я даже не знаю, как выразиться, а? В этом моменте. Сестра покончила с собой или как? Мы все шли и шли за ней. В итоге она... Опа. Я... Не вернусь обратно. Спасибо. Где мы? Какая-то больница только уже такая, знаете... Как бы... Не психушка. А чисто больница. Самая обычная. Может быть и нет. Уколчики. Прям по размеру, как будто бы. Так, рун, два... Или нет? Че это за место вообще? Совсем непонятно, где мы находимся. Реально ли это больница? Какие-то тела привязаны к кровати. Оно не кончается. Кошмар продолжает. Самые разные. Самые непонятные. Ум-5. И тут... Глубочайшая дыра. Ну, ну и что это? Видимо, не стоило. Это ни к чему не привело. Но телецок, которое здесь было, оно исчезло. Что-то изменилось, да? Уже С. Если что-нибудь вылезет, я, наверное, кончусь. То есть очень сильно испугаюсь. Это я имею в виду. Блин, придумывают же, а? Неведомую херню. Да, игра оказалась дольше, чем я думал. Ну, она как бы слишком однообразно, по-моему. В чем-то. Это вообще что такое? Это лекарства такие странные, необычные. В банке еще какие-то вещи. Ну, как вещи? Больше похожи на какие-то органы, возможно. Хрен его знает. Не совсем понимаю, что это вообще за больницу. Ёб ты ж твою мать! Какого хрена это было? Ёб твою мать! Ребята! Какого хрена фрица? Ёб мать! Закройся! Вот это поворот событий! В дырку? Давай, уходим, все! Итак, мы снова здесь. Вы прикиньте, мои двойники за мной гоняются. Ёб ты ж твою мать! Какого хрена? Это уже Е. Так, не бегаем пока что. Давай, 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 давай. Беги, беги, беги. Капец! Какого хрена? Почему не такие? Ну да, сделали пострашнее. Постарались, скажу я вам. Он меня найдет. Он меня найдет. Здесь мне не место. Я бегу сразу. Ничего не знаю. Так, пока не бежим. Что это такое? Это операционное, что ли? Он сейчас встанет. Ой, капец, ребята. Началось. Ща, ща он прибежит. А я заранее. Ах! Да пошел ты! Куда идти? Куда бежать? Я пришел откуда вообще. Иди, иди! Ааа, ты издеваешься, да? Он решил отдохнуть. Да, пустая комнатка. И как мне от него избавиться? От себя же. Мне требуется, да. Оператинг, да? То есть я пришел, по идее, оттуда получается. И я могу пойти, как бы, налево. Я ведь там не был еще. Да? Надеюсь, я не ошибся. Замечательно. Чего займемся, я все еще не понял. Так, рум один. Ничего интересного. Можно выходить. Паладка, короче. Окей, длинная такая. Так, поторопись. А, автопсай. Автопсай, может. Ааа! Как они меня пугают внезапно так, а? Появляются. И что с тобой делать дальше? Куда мне идти? Куда мне прикажете идти? Налево. Я вышел отсюда, получается. Налево. Налево. Что у вас? Так, пока не торопимся. Не торопись. Иди. И если будет погоня, мы, конечно же... А я пойду. Хрен. И со мной туши. Вместе нет? Никого нет? Может, и кажется? Так, хват... А, окей. И там ничего. Хоть бы ничего. Хоть бы здесь никого не было. Окей, первая дверь. Так, ну, палатка просто окей. Картинка, как обычно. По две кровати. Пока ничего не вылезает. Крематориум. Там сжигали тела. Я понял. Сожгись нахрен. Так, не торопись. Не торопись. Заходи. Окей. Снова куча картин везде. Заходим вот сюда. Блин. Я же запутаюсь вообще. Тут-то, а тут-то. И... Блин, там еще двери остаются. Тоже крематориум. Причем в один из них, как бы, можно полюбить его. Открыть. Тело имеется. Окей. Мне оно не надо. Я просто уйду отсюда. Странная больница, скажу я вам. Очень странная. Из психушки в больницу. Бывает же такое. В акции. Сейчас вылезу. Нет? Пока никого. Но место знакомое. Все эти препараты и куски мяса. Или, что там такое? Ёптыш, твою ж мать. Только не уставай, только не уставай. Молодец. Еще чуть-чуть и мне хана. Куда идти? Куда бежать? Нет. Не подходит. Не уставай так быстро. Не уставай. Нужно идти. Так. В этом месте мы никуда. А, нет, придем. Правда, не знаю, куда там. Дверей куча было. Их постоянно много. И хрена узнает, куда идти. Куда бежать. Куча вардов и... Так, дверь еще убивает, да? Пока еще не вышел. Окей. Новый клематорий. В клематориях я еще полностью не сидел, потому что постоянно гоняет за мной кое-кто. Кое-кто это я. С топором. Так, и новая дыра. А вот теперь будет... Пострашнее, скажу я вам. Ну, е-мое. Больница в темноте? Что может быть лучше? Побыть у себя дома в темноте это не еще, как бы, а в больнице, тем более в чужой. Я вообще не понимаю, какого хрена? Почему так? Что мы здесь делаем вообще? Варка. А вот теперь, от кого-нибудь бегать, придется как бы пошустрее, потому что я нифига не увижу. Если еще что-нибудь вылезет при свечке, я не успею ничего сделать, это будет просто нечто. Окей. Так, ты только не уставай. Так шустро. Нам еще идти нужно. Ребята, ща мы попугаемся своими, ща мы попугаемся. Определенно. Пока нас не пугает пока ничего. Мы расслабляемся. Хотя, как расслабляемся? Мы под напряжением. Я так думаю, они тоже так думают. Пока что еще ничего такого не предвещает особо. А потом, как бахнет ее, будет что-нибудь такое особенное. Из-за чего мы подпрыгнем. Так, это получается, что у нас? Не знаю, как эти комнаты называются, но трупов здесь хоть отбавляй. Трупов здесь хоть отбавляй. Везде причем. Слышите, да? Кто-то плачет. Замечательно вообще. Не открывай занавеску. Не стоит. Возможно, можно их открывать, нажимая там напрямую допустим, да? Любую занавеску. Не стоит. Я этого не сделаю. Я понимаю, вам, возможно, интересно посмотреть на мои эмоции со стороны испуга. Ну, понимаете, я не хочу вбукаться. Это не круто. Потом, конечно, я посмеюсь, как любой другой человек. Но, блин, не хочу. Так, ну, блин, куда идти? Что делать вообще? Ничего не понимаю. Как потерянный хожу. Не знаю, что, где и куда. И последняя дверь, да? Так, можно пойти напрямо, да? Нет, нельзя. Окей. Снова коляски, умывальники и шприц. Такое, похоже, я у нас с прошлым. Мне не показалось. Ёпты ж, твою мать. Поздно заметил, поздно. Я вот чую, там видно, что-то промелькивает в темноте. Со спины у меня. И я поздно среагировал. Он мне захерачил. Это, конечно, печально. Но мы в том же месте, да? Ну, вроде в том же месте. Можно идти налево. Скоро что-нибудь прибежит. Поэтому я бегу сразу. Может, не стоит? Я ведь устану быстро, да? Вон оно, вон оно. Так, хрен с тобой. Дальше. Пока. Не шевелись пока сильно. Так, близко. И снова ныряем. Неизвестно куда. Проснись. Томас, пожалуйста, проснись там или встань, говорит. Господи, пожалуйста. Томас, ты очнулся. Infinity Games. Скажем так, концовка необычная получилась. Судя по нашим рукам, из воспоминаний мы себе одну руку, как вы сами знаете, вытащили оттуда нитку и раскровили ее. А одну руку мы раскровили кость там, сами знаете. вытащили. Короче, порвали себе руку. И, по всей видимости, мы были сильно больны и в итоге мы очнулись в больнице. Не раскрыв полную картину сюжета, я так и не понял, в принципе. Как это ну? Ну, получается, да, сестра наша. Мы очнулись, мы были больны. Мы оказались в больнице. Вот нам показывают авторов, кто создал, кто музыку писал и все остальное. И, в принципе, ладно, пока мы заканчиваем. Вот такой вот хор. В принципе, очень необычная рисовка. Стиль. Тем более, что 2D. таких мало. Или вообще нет. В общем, как бы там ни было, не забывайте про лайки, комменты, подписки, пока мы прощаемся. Ммм. И что это такое? А я так понимаю, мы получили одну из концовок? По всей видимости, да. То есть, сестра основала, сестра тут... Как-то там, не знаю, кто он такой. Так, двери. Не знаю, что с чем связано, а я предполагаю, что это является концовкой. Может быть. В принципе, не знаю. Ладно, все. Субтитры сделал DimaTorzok